Несмотря на переменчивую погоду, сотрудники Воткинской бактериологической лаборатории уже фиксируют первые случаи укуса клещей. Об этом поговорим далее. Период активации клещей начинается с середины апреля и продолжается до октября. Несмотря на холодную погоду, в Воткинске уже есть случай обращения из-за укуса опасного кровососа. С начала сезона, это 16 апреля, у нас исследовано три клеща. Со всех районов Воткинский район, Воткинский, Шарканский район. Результаты пока отрицательные. И на клещевой энцефалит, и на клещевой боролез. Отмечим, что из всех обратившихся в СЭС в двух случаях дети. У них обнаружили клеща после посещения сада-огорода. Чтобы обезопасить себя, специалисты советуют делать прививки и соблюдать элементарные правила. При посещении леса не забывайте правильно одеваться, использовать репелленты и по возможности пока в самый пик сезона не водить с собой детей. Одной из мер борьбы с клещом является и обработка территории. 50,5 гектаров планируют обработать в Воткинске. Пока сделать это не позволяет погода. От лагеря «Чайки» до кинотеатра «Октябрь» побережья Воткинского пруда, плюс 30-метровая зона лесная. Далее от кинотеатра «Октябрь» по лесополосе, граничащей с микрорайоном «Березовка» до Шарканского тракта. И от Шарканского тракта, точно так же по городской черте, в сторону нефтеразведки. Далее на нефтеразведке мы обрабатываем северное и северо-восточное кладбище, улицу Подлесного обрабатываем, детский парк, район Гульбище, южное кладбище. Кроме вышесказанных территорий будет обработан и светлянский тракт, где расположены сады. А до этого времени горожанам не рекомендуется посещать места, где водятся клещи. Лена Рудакова, Валерий Колдомов, Воткинске.